А мы сейчас перейдем к разбору статьи 27 Конституции Российской Федерации. Она состоит из двух пунктов и звучит следующим образом. Каждый, кто законно находится на территории Российской Федерации, имеет право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства. А второй пункт. Каждый может свободно выезжать за пределы Российской Федерации. Гражданин Российской Федерации имеет право беспрепятственно возвращаться в Российскую Федерацию. Андрей, прокомментируйте, пожалуйста, эту статью, как вы ее понимаете. Каждый, кто законно находится на территории Российской Федерации, имеет право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства. Здесь возникает вопрос. Понятное дело, кто находится законно, а кто незаконно. В советские времена, допустим, дипломатам и иностранным гражданам находились законно. Они получали визу, разрешение на въезд, у них есть документы все подготовленные, но им запрещалось передвигаться по России свободно, по стране. Для чего это было сделано? Для того, чтобы они не могли формировать ячейки всяких организаций, которые бы противодействовали, боролись с нашим государством. То есть, чтобы они не могли создавать пятую колонну. То есть, вроде как он законно находится на территории, но он был ограничен. И вот каждому посольству, каждому таким гражданам давали четко карту, где они могли двигаться, по каким улицам. И вот бок куда-то в сторону, они уйти не могли. Именно поэтому они постоянно... Ну, тут помните шпионские всякие дела, когда человек переодевается в кого-то, переодевается в женщину, или, в принципе, меняется слежкой и так далее. То есть, они пытаются переодеться, чтобы уйти как раз с определенных мест, по которым им разрешено было ходить. То есть, с одной стороны, речь идет даже не столько о гражданах России, сколько это речь идет о иностранных гражданах. Что им по нашей Конституции разрешено передвигаться по территории страны где угодно. Потому что они находятся законно. Ну, понятное дело, что законно находиться это возможно даже временно. То есть, есть там определенный срок, который можно находиться в стране без регистрации. У нас есть закон о регистрации. То есть, ты должен зарегистрироваться по месту пребывания, если ты находишься на длительный срок. Или короткий срок, тогда без регистрации. Ну, то есть, я считаю, что необходимо также делать ограничения. То есть, это не может любой человек передвигаться свободно. То есть, это надо все-таки разделять человек законно, но кто он, с какой целью приехал. Соответственно, он должен находиться в определенных местах и не должен передвигаться неизвестно куда и неизвестно, что у нас делать в стране. Так, а так, конечно, всем гражданам России выбирать место пребывания и жительства. Я считаю, что, да, возможно, что нужно. Каждый, кто захотел, там, захотел, переехал на Дальний Восток, получил гитар. Кто захотел, поехал к морю. Кто захотел учиться, не знаю, музыке или там наукам, поехал в Санкт-Петербург. Кто захотел создавать бизнес, поехал в Москву. Ну, просто соблюдая закон, регистрируйся по месту проживания, вставай на учет в военкомат и все, и пожалуйста, и проживай где хочешь. Но с иностранными гражданами должен быть другой закон. Другое отношение должно быть. Так, а вторая часть статьи 27. Это каждый может свободно выезжать за пределы Российской Федерации. Гражданин Российской Федерации имеет право беспрепятственно возвращаться в Российскую Федерацию. Ну, опять 25. Каждый может свободно выезжать за пределы Российской Федерации. Не каждый. То есть есть профессии, которые не позволяют человеку выехать за границу. Это в силу секретности или чтобы не было, опять-таки, влияния на нашего гражданина в связи с важностью, занимаемой им должностью. Это, как правило, в будущем члены идеологической ветви власти, потому что на нашу идеологию извне никто не должен влиять. Деятели культуры, как ни странно, они не должны, по крайней мере, руководители, поезжать за границу, потому что на нашу культуру не должны точно так же влиять извне. Мы понимаем прекрасно, что культура западных стран – это очень мощная вещь. Их Голливуд добился колоссальных результатов в качестве пропаганды и влияния на умы. Поэтому деятели культуры не должны выезжать на какие-то семинары и прочее. То есть если кто-то хочет пообщаться с нашим деятелем культуры, пускай приезжают к нам в страну и общаются, встречаются здесь. Вот. Потом. Граждане Российской Федерации имеют право беспрепятственно возвращаться в Российскую Федерацию. Для чего опять-таки написана данная статья? Естественно, это не на общую массу населения рассчитано, это рассчитано на тех людей, которые могут оказаться нежелательными для проживания на территории Российской Федерации. То есть, грубо говоря, если мы депортировали, он имеет право беспрепятственно вернуться в Российскую Федерацию. То есть решение вопроса в данном случае какое? То есть человек лишается гражданства, то есть мы отказываемся от данного человека. Ну, как Солженицын, депортировали за границу и запретили ему въезд до 1991 года, до того, как страну, к сожалению, нашу не разрушили. То есть это вопрос о том, что любой диссидент может вернуться в страну. То есть что написано в данной части. Но депортация, как мне кажется, не самый эффективный способ, я бы даже сказал, он вредный. Потому что человека, когда выгоняешь из страны, ты его заряжаешь морально, обижаешь сильно. И западные спецслужбы никогда не упустят возможности подобрать обиженку, обогреть, дать ему денег, чтобы он начал работать против своей собственной страны, но уже за границей. Поэтому вообще сам вид депортации мне не очень нравится. Как мне кажется, это лучше отправить на исправительную колонию. Ну, опять-таки, исправительная колония, она тоже должна быть грамотно сделана. Ведь если правильно сделать исправительную колонию, то оттуда могут выходить люди даже с докторскими диссертациями. То есть настолько, ну, если правильно там организовать все это исправление. Поэтому сами депортации не очень нравятся мне. Как-то так. Если вкратце. Продолжение следует... Угу. Продолжение следует...